Департамент социальной защиты населения подводит итоги работы за прошлый год. На итоговую коллегию приехали руководители территориальных отделений со всей губернии, чтобы обсудить актуальные вопросы и решить, как сделать так, чтобы населению легче жилось в 2019-м. Расходы на меры социальной поддержки составили 7,8 миллиарда рублей. Основную долю расходов составили затраты на предоставление гражданам мер социальной поддержки. Это порядка 5,2 миллиардов рублей или 66,7 от общего бюджета финансирования отрасли. Жителям области предоставлялось 79 видов социальных выплат, в том числе 39 из областного бюджета. Получают услуги от социальной защиты 312 тысяч человек, что примерно треть населения региона. Получатели в основном пенсионеры, также семьи с детьми. Разумеется, основные цели поддержки – улучшение качества жизни и демографической ситуации. Численность населения, по данным Иванова Стата, уменьшилась, а значит, существующие меры не работают. В соцзащите прикинули – из 21 программы, которые направлены на помощь семьям, востребованы реально только четыре. И задача на этот год – разработать комплекс мер, которые позволят повлиять на рост рождаемости. Задача проекта «Финансовая поддержка семьи при рождении детей в Ивановской области» – это внедрение механизма монетарной поддержки семей при рождении детей. В 2019 году финансовая составляющая проекта – 1 миллиард 280 миллионов рублей. Среди задач на 2019-й – улучшение жилищных условий для ветеранов Великой Отечественной войны. В очереди их до сих пор находится 43 человека. Среди них – 8 инвалидов и участников боевых действий. Им нужно помочь в первую очередь. Руководители территориальных управлений отчитались о своих успехах и провалах. Также рассказали об основных сложностях в работе. В рамках задач по улучшению демографической ситуации и снижению бедности, поставленных перед нами президентом и правительством, нельзя оставлять без внимания молодежь и трудоспособное население. Поэтому в 2018 году мы решили расширить возраст нашей аудитории. Во-первых, попробовали провести встречи на промышленных предприятиях нашего города. При этом должна отметить, что столкнулись с рядом проблем. Но это посменный график работы, высокая загруженность работников и нежелание предпринимателей идти на контакт именно в этом вопросе. Предлагают сотрудники управления соцзащитой добавить к своей рутинной работе немного азарта и объявить конкурс на неформальный подход к популяризации предоставляемых соцуслуг. Встречам, статьям в газетах, выступлениям по радио и ТВ добавить креатива, какого должны придумать в районах. Ответственными назначены инициаторы из Вичуги. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Всегда соблюдаются сроки поставки средств.